Утро в Петербурге продолжается, и мы поговорим о вечных ценностях. Угадайте, о каких мудрецы древности считали, что семь поколений предков играют существенную роль в жизни человека? Отсюда и появилось выражение «род до седьмого колена». Да, но вы в нашей стране редко, кто знает свой род даже на четыре поколения назад. И исправить это положение призваны как раз-таки эксперты в области семейного родоведения. Людмила Нортенко в нашей студии. Такой эксперт в нашей студии. Людмила, доброе-доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Людмила, ну сейчас, наверное, никого не удивишь все-таки такой вещью, как генеалогическое древо. Вот каким образом оно составляется, и из чего можно начать? Как приступить? Ну я бы так сказала, это все-таки семейное занятие. Это то, что скрепляет всю семью. Наши предки, это очень интересно, очень интересные события. Поэтому в одиночку это сделать очень трудно, очень скучно. Не, ну обычно в семье есть какой-то инициативный человек. Если появляется такой инициативный, то все пойдет шикарно. Мы такого инициативного человека нашли в семье Дарины, это оказалась сама Дарина, и она передала вам, насколько я понимаю, материалы для исследования. Да, я на самом деле, я поясню, все, что я, собственно, передала Людмиле, всю информацию, это имя и дата рождения моей прабабушки и моего прадедушки. Оба они родились до 1918 года в Тверской губернии, и это все, что, собственно, вы знали изначально. Что вам удалось выяснить? Удалось выяснить очень много, и это, я бы так сказала, даже небольшой подарок к 8 марта вам, Дарина. Благодарю вас, спасибо большое. И я так понимаю, сейчас у нас появляется вот на экране, посмотрите, пожалуйста, вот как раз верхний правый угол, да, это как раз вот те данные, которые давали вы. Да, 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 вот Шаров Виктор, Шаров Виктор Сергеевич, это мой дедушка родной, это папа моей мамы, соответственно, Тамара Сергеевна, Зоя Сергеевна, это его сестры, мои бабушки, да, и Александр Сергеевич Шаров, это мой, получается, племянчатый дедушка. Да, двоюродный дедушка, еще можно сказать, да. Так, а насколько далеко удалось нам... То есть я где-то там... 1680 год? 1680 год! Это до крещения Руси можно добраться, да? Если мы начнем с того, что вот этот вот экстрим, который мне дали перед началом передачи, это был всего лишь 8 марта, да, и на все про все ушло один день, поэтому... А вы могли бы и дальше, до египетских фараонов бы дать. Ну, может быть, не совсем до египетских, но до рюриков можно, да. И здесь было бы больше подробностей в плане того, что кроме примерных дат рождения, как вы обратили внимание, здесь есть около, да, там были бы точные даты рождения и точные даты браков, точные даты смертей, к сожалению. Но, тем не менее, вот как черновик за один день вот такое дерево на 10 поколений вниз мы сделали. Людмила, как это происходит? Из каких источников берется информация? Отправляете ли вы запросы какие-то в некие... Архивы какие-то? Да, в архивы. Если говорить о том, что вот вы сейчас задали вопрос, то да, действительно, это работа с архивами, но на сегодняшний день это очень легко и просто, и даже, я бы сказала, весело, потому что многие архивы у нас сейчас оцифрованы, поэтому эту информацию можно найти дома, не вставая с дивана. То есть, а вот какие-то метрики, какие-то выписки? Да, я даже вам сделала такой подарок, у нас есть несколько вот таких вот сканов, это метрические книги, вот так вот они выглядят. То есть, доступ к ним сегодня существует, вот прям такой электронный, ехать никуда не нужно. Да, и вот в таком виде выглядит именно метрика рождения вашего дедушки Сергея Петровича. Это мой прадедушка, это мой прадедушка, кажется, 1896 года рождения. Да, да, да. Это вот метрика Тверской губернии, да? Да, да. Мои прадедушка и прабабушка, они оба жили в Тверской губернии, в деревне Костромино, у них дома находились неподалеку друг от друга, собственно, вот там они и встретились. А возвращаясь, скажем, в губернию Петербургскую, да, вот есть какая-то закономерность, вот предки ленинградцев, петербуржцев, они обычно кто? Вот, они обычно кто? Интересный вопрос в том плане, что генеалогия петербуржцев, она ровесница самого Петербурга. В 703 году, как мы понимаем, началось строительство, и сюда приехали очень многие люди с европейской части тогдашней России, да? Да и не только, и с европейской части Европы приехали. И Европы в том числе, да, да, да. Поэтому вот и генеалогия, она как раз и получается, охватывает именно вот эти вот территории, откуда приехали эти строители Петербурга. Но найти можно, найти можно сейчас все, вплоть до как раз вот Петровских времен. А вот интересно, твой прапрадед, да, насколько я знаю, почетный гражданин? Ну что это означает стать, почетный гражданин Петербурга? Почетный гражданин. Ну, в те времена это звание было немножечко не такое, как сейчас, носило другой смысл. Это такое вот, будем говорить, промежуточное... И сейчас-то мы не очень понимаем, что это значит. Да, промежуточное сословие между мещанами и купцами. И купцами, да. Да, 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 да. И вот тогда это было действительно такое звание, определяющее статус человека, который хотел стать купцом или не хотел, но стремился, во всяком случае. А были ли в вашем опыте какие-то любопытные случаи, когда кто-то оказывался родственником или потомком какого-то известной личности? Это сплошь и рядом. Если позволить, я о себе немножечко, да, так. Конечно. А нас уже поговорили, давайте поговорим о том. Да, далеко ходить не нужно, да. Вот, когда я начинал изучать свою историю, историю своей семьи, я знала только то, что мои предки были крепостными крестьянами. Но как потом оказалось, и крепостные крестьяне, и государственные крестьяне, и священники, и купцы, и дворяне в том числе. То есть полностью весь спектр сословий сошелся в моем дереве. Вот. И очень интересный факт такой, который вот придумать невозможно. Это правда, что в 1824 году, когда император Александр I путешествовал по России, он ехал проездом из Твери в Зубцов, и на ночь остановился в маленьком городочке в Тверской губернии под названием Старица. И он ночевал в доме купца Филиппова, который является моим дедушкой. Ага. Сколько, скажем, колено вы до шестого добрались? Десятого. Да, до десятого. А как глубоко приходилось, ну вот, максимально вам исследование проводить? Максимально глубокие по мещанам и крестьянам, это все-таки начало писцовых книг, где-то 1613 года. Это какое колено? Это где-то 15-е колено. До 15-го колено. Если говорить о дворянах, о Рюриковиче, не будем говорить про египтян уже, то сами понимаете, до начала российской истории мы можем добраться. Как люди используют вот это генеалогическое древо, как его создание влияет на их семьи? Здесь тоже очень интересная получается ситуация, потому что у каждого человека своё видение, своё понимание, своя востребованность в этом. Кто-то вешает просто на стену, чтобы показать, висело и всё, а кто-то использует это как семейное занятие. Потому что здесь вот в генеалогии объединяется очень много видов деятельности, очень много наук, научных знаний, начиная там история, география, этнография, история костюма, рукоделие. Если говорить о современности, то наше молодое поколение может помогать и делать, например, компьютерный дизайн, веб-дизайн. Ой, вообще, мне кажется, это такая командообразующая история, правда, когда делать это всей семьёй. То есть всё-всё-всё, каждый человек может какую-то... Ну что ж, призываем всех наших зрителей копнуть вглубь веков, узнать побольше о себе, любимых и о своей семье. Людмила Нортенко, эксперт в области семейного родоведения в нашей студии. Людмила, спасибо большое. Спасибо, Иван. Хорошего вам дня. Спасибо, Иван. Спасибо.